Здравствуйте! Вот в последнее время в таких вот узких кругах очень, так сказать, широких людей, широко мыслящих людей, вновь разгорается дискуссия о том, что такое Стоунхенч и вообще зачем он построен. Ну, вы понимаете, я немножко прищурил для значительности. Я сам к этой дискуссии, естественно, вот с высоты, так сказать, вот некого такого вот научного, понимаете, вот самомнения, я отношусь к ней очень так легкомысленно. И хочу, чтобы вы со мной вместе над этим вопросом так вот слегка посмеялись. Хотя смешного на самом деле ничего нет, потому что так никто и не знает, для чего построен был этот Стоунхенч, да, как его строили веками, зачем, что это за такая древняя цивилизация. Никто не знает. Кстати говоря, совершенно разбилась, да, гипотеза о том, что древняя обсерватория, знаете, как она разбилась? Я вам сейчас объясню. Она разбилась вот почему. Все находящиеся на небе замечательные точки, там точка, значит, равнодеянности, что там солнцестояние, все они с помощью этого Стоунхенч определяют с точностью хуже одного градуса. Один градус это очень большая погрешность. Я вам сейчас поясню. Вот представьте себе, вы вытягиваете руку, измеряете угловой размер чего-нибудь. Так вот, вы должны ошибиться, промахнуться примерно на где-то 2 сантиметра, 2,5 дюйма, если вы англичанин, или 2 сантиметра, если вы живете в континентальной Европе. Понимаете меня, да? Вот такая ошибка. Это очень много, невозможно. Вот так ошибиться невозможно. Более того, такие грандиозные, неоптические приборы для наблюдения, значит, за небом, они строились именно потому грандиозными, чтобы обеспечить большую точность измерений. А так это, пожалуйста, вот метр, и вполне нормально, вот метрового размера Стоунхенч построили, и наблюдайте ваши звезды. А тут же огромный диаметр. Никак не вяжется. Но правда, вот в этих самых узких кругах говорят, да что вы говорите. Стоунхенч был построен очень давно, а полторы тысячи лет до нашей эры случилось извержение вулкана, который сдвинул земную ось. Ну, понятное дело, что если сдвинул бы земную ось, вулкан извержением каким-то своим, то он бы все встряхнул бы с этой нашей земли. Стоунхенч вместе с ним. А не то, что там на несколько градусов ошибка возникла. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас в прессе я прочитал совершенно необыкновенную статью. В ней доказывалось, во-первых, что Стоунхенч построен после 50-х годов. Долгое время на том месте, где находится Стоунхенч, был секретный полигон. Где-то там в прессе они нашли фотографии этого места с обозначенными белыми положениями камней, которые нужно построить. И их в 50-е годы-то и построили Стоунхенч. Ну, правда, не обращает внимания, что на самом деле гравюра там и 18-го века существует, и 19-го, и фотографии начала 20-го века. Есть, правда, одна тоже деталь, что на самом деле все эти камни, которые там сейчас стоят, они, чтобы не повалились, не придавили туристов многочисленных, их поставили на бетонное основание, да, их закрепили. Так действительно, его чуть-чуть переработали. Но самое интересное, а для чего эти все коварные британцы построили Стоунхенч? В этом Стоунхенче сейчас собираются иногда всякие вот последователи вновь явившихся каких-то древних культов, да, вот. И вот это было с глубокой политической целью был возведен, вот это вот псевдо Стоунхенч. Это с тем, чтобы вот явить миру нового какого-то пророка здесь, в Англии, чтобы с Англии, с Британских островов пошла какая-то новая вера. Ну и все заканчивается, естественно, глобальным, так сказать, заговором, вот, властительства над всей планетой. Представляете, вот какие интересные вот теории заговоров существуют. Вообще, в рассказах фантастических я такие вещи вполне читал, да, нормально, вот. Ну а кто не имеет возможности, ну кто сейчас будет печатать и читать фантастические рассказы? А вот заметку в прессе прочтут гораздо большее количество, чем какое-нибудь литературное произведение, да, понимаете? Вот, может быть, это такой жанр просто, да, рассказать некую фантастическую историю. Пусть потом разгребают британцы. Да, да и они и разгребать-то не будут. Спасибо вам большое за внимание. Всех вам благ, удачи, до свидания.